Доброго времени суток, дамы и господа, с вами прио, и сегодня мы поговорим о казематах стражей, поговорим о лайфхаках и нюансах в этом подземелье. Рандомов казематах стражей намного меньше, чем в квартале звезд, и, конечно же, это радует нас. В квартале звезд его реально очень много, а в казематах рандом только строится на втором боссе. Ну да ладно, с начала подземелья и до первого босса очень-очень и очень много трэша. Но в целом нас интересуют только два мобчика, на них нужно сосредоточиться. Первый моб это осквернитель, который кастует каст кошмары, его необходимо сбивать, а также оскверненный боец. Ему нужно сбивать метаморфозу, станом, но если мы это вдруг не сделали, то можно кикнуть каст, который он будет накастовывать. Взрыв скверны. Если он его успешно прокастует, то по всей группе нанесется очень-очень много урона. Нам это ни к чему. Также, после того, как мы убьем первые паки, по центру, в комнатке, будет находиться мобчик, который кидает глефы, от которых нужно просто-напросто отходить. Который на половине хп делает метаморфозу. При этой метаморфозе нужно группе просто усиленно жить и усиленно дамагать. А также будет делаться прыжок на какого-то человечка, и этот прыжок может быть летальным. А, ну, ретрик умер. На ретрик налет был. Минус 6 лямов с прыжка. Неплохо. Мобчик бьет. Скверноустые изрыгатели бегают пачками, и имеют всего два коста. Первый, пылающая смола этого ютзона, а второй, огненное дыхание. Они просто дышат перед собой. В целом, у них не очень-то много хп, и убиваются они просто за пару кнопок. Но учтите, что они бегают, и, возможно, вы случайно можете их подпулить при убийстве какого-либо пака мобцов. Сейчас надо развернуть их, чтобы клевами милишников моих не порезало. Субтитры создавал DimaTorzok На этом моменте имеется стадия выбора. Можно спулить одного яростного бойца плюс одного заразителя, а можно спулить двух яростных бойцов плюс заразителя. Мы помним о том, что заразителю нужно сбивать кошмары. Также мы помним о том, что яростному бойцу нужно станом сбивать метаморфозу. Но если мы это не сделаем, то нужно сбить взрыв скверны обычным киком. В целом, действуйте по бурстам вашей группы. Если есть бурсты, пульте все вместе, если нет, то раздельно, так как боец, яростный второй, он является патрулем, и он ходит. Для того, чтобы сэкономить драгоценные секунды при прохождении эпохального подземелья с ключом, мы пулем двух мобов и постепенно спускаемся вниз. Делается это для того, чтобы босс уже начал постепенно запускаться. Рассмотрим подробно первого босса. Удары тьмы. Дополнительно к обычным атакам босса добавляется еще и дэмэдж от темной магии по танку. Далее залп скверны. Разливаются воид зоны. На пол из этих воид зон нужно выйти. Также периодически будут появляться мопцы, которых можно оглушать, которых можно притягивать, которым нужно сбивать касты, которых нужно убивать. Также имеется каст ненависть. Это луч, который будет идти от какого-либо участника группы к боссу, а потом через босса. В общем, лучше аккуратно действуйте с этим лучом и не попадайтесь под него. И у босса не стойте в тот момент, когда луч катается. Также будут клинки ездить по платформе, и от них тоже нужно уклоняться. То есть платформа немножко так на два поделится. Действуйте аккуратно, и босс умрет. А также боссу еще нужно каст сбивать. Яростный взрыв. Если он прокастуется, то группа умрет. Весы же некротик вешают. А у меня аэмэса нет. Проверяйте. Уже полезли-полезли стаки. Все. Все, на мне тридцатка. Здравствуйте, меня не отхилить. Че ты ноешь? Не ной. Отойди от беса большого. Милики его спокойно потанчат. А маленькие бесы уже умерли. В момент своей смерти маленькие бесы используют каст имплозия. Они делают ауешный взрыв. Но если добить их до конца, то они его и не прокастуют. Также, как я уже сказал ранее, большая мамаша бесов бьет ближайшего к себе игрока. Если танк находится далеко, она переключается на милишника. Это можно использовать при некротике, который как раз таки рассмотрен в этом видео. Если ша будут, то вообще чудно. Ша это самые такие мобы, относительно АФКшные. Безликие. Но тоже пойдет, там выходит лишь два моба за место трех. Вернее, доходит до нас лишь два за место трех. Второй босс этого подземелья имеет немножечко рандома, как уже было сказано в самом начале видео. Но давайте для начала пройдемся по основным механикам этого босса. Первая механика – опустошение души. Каст, который делает босс в течение двух секунд, а потом на нас вешается дебаф. Суть дебафа заключается в том, что то заклинание, которое мы следующее используем, будет иметь КД в 10 секунд. Вешать основную ротацию в КД – такая себе идея. То есть нам нужно повешать в КДшку какую-нибудь кнопку, которую мы юзаем редко. На ДК, например, это льдистый путь. В подземелье нам льдистый путь вообще ни к чему. Вешать киккаста перед выходом безликих или орков – такая себе идея. В общем, заранее подумайте о том, какую кнопку вы собираетесь вешать в КД. Помимо дебафа, на поле боя будут появляться глазики, которые будут накастовывать каст «Пытливый взгляд». Нам нужно лицом смотреть на этот глазик. Если мы будем смотреть боком или спиной, то мы получаем дезориентацию на несколько секунд. Ловить ее ни к чему. А теперь поговорим о рандоме на этом боссе. Рандом заключается в том, что в течение боя босс призовет две пачки мобов. И эти пачки меняются ежедневно. На этом участке видео были видны Безликие и Ша. Безликим кикаем косты, Большого отворачиваем, так как он кливует. Ша при смерти вешают дебафы, с которыми нужно набрать немножечко расстояние друг от друга. Рассмотрим спавн-могу. Если у нас есть ДК, то мы гриппаем Хранителя Тайн и убиваем его. Также собачка, которая к нам придет, тоже убивается кливами. Если ДК нет, спускаемся вниз и убиваем всех трех мобчиков. В тот момент, когда вылезают орки, мы убиваем техника. Колдуну мы кикаем семя порчи и стараемся все это дело соуешить, закливать. Также аккуратненько с демоном играем. Он чаржится, станет, кливает. В общем, неприятная пачка мобов, но с ней можно справиться, если играть аккуратно. После убийства второго босса мы идем к девочке с собаками. Собак убиваем и следим за кастом Иссушения. Иссушение потоковый каст, который собачкам необходимо сбивать. Сбивать можно как обычным киком, так и станами. Если будет активен некротик, то следите за некротиком, иначе возможно смерть. Хорошо ли вы умеете чертить линию? Если да, то третий босс для вас. Его переходка будет прямо зависеть от того, как вы умеете работать с линиями и с линзами. Но давайте все по порядку. Что я рекомендую сделать на третьем боссе? Я рекомендую милишникам встать под босса. Под любым абсолютно мобом в нашей замечательной игре имеется красный круг. Это называется хитбокс. И если на смотрителе мы встаем прямо в него, то те войды, те кружочки, которые летят из него и прилетают в него, никак нас не задевают. А если вайда под нами заспаунится под милишниками, то мы просто из нее выходим. Но обычно она будет лететь в какого-нибудь хила или в какого-нибудь ренджа. У милишников тут просто кайф. Переходка на этом боссе довольно-таки интересна. Босс переходит в щиток и начинает крутиться по платформе. В тот момент, когда он крутится, из босса идет лучик. Этот лучик направляется в линзу, которая будет ближайшая по направлению раскрутки босса. И в тот момент, когда босс взаимодействует с линзой, лучик пойдет дальше. Наша задача правильно направить линзы, чтобы они замкнулись в босса. Но это еще не все. В этот момент будет заспаунена вредоносная линза. Враг наш. Ее нужно убить. Если луч босса попадет во вредоносную линзу, вайп. Босс вулкан имеет две стадии. Первая активная, и как элементарь огня, он кидает на пол различные огненные воиды. Мы, игроки, можем собрать их, но при этом поймаем огненные стаки дебафа. Да, таким образом можно почистить платформу, и это все классно. И, конечно, лучше это делать в эмуне. Баббл, зеленка декашная, можно много чего использовать. Можно просто засейвиться как вариант. А также имеется вторая стадия у этого босса. Ледяная. Мы разворачиваем штучки, которые находятся на краешке платформы, и босс замораживается. В этот момент воиды пропадают, мобы, которые находятся на платформе, замерзают, если вдруг они у нас заспавнились во время огненной фазы. Также абсолютно все мобцы, которые находятся на платформе, и сам босс получают увеличенный дэмэдж в тот момент, когда они заморожены. Босс не представляет какой-либо тяжести, он очень быстро умирает. Дальнейший наш путь после убийства вулкана зависит от наличия разбойника в группе. Если у нас есть разбойник, то мы скипаем этого демона, который мешает нам пройти в центр каземат. Если у нас нет разбойника, то мы просто-напросто обходим этого демона, так как шли к вулкану. Только теперь обратно. Лифт, который приведет нас к самому темному участку каземат стражей, охраняет еще один демон. У этого демона два каста. Первый каст – воиды, кидающиеся на землю, мы просто постепенно демона этого отводим и сами выходим из этих воид-зон. А второй каст – мучения. Мучения – клетка, кидающаяся в игрока, и этого игрока будет дамагать. Нам просто нужно встать рядом с этим игроком и делить получаемый им дамаг. Так, ставь, говорит, в метку, воидов не будет. Ничего себе, мне сейчас еще и тактики научат тут. Вау. А реально воидов нету. Ничего себе. Это классно. Да, да. Иногда, если моб находится в какой-то определенной точке, то он не делает свой какой-то особый каст. Такова механика некоторых мобчиков. После убийства демона мы спускаемся на лифте, внизу нас ждет сфера. Сфера света. Ее берет обычно танк, и в тот момент, когда танк находится рядом с мобцами, только тогда они доступны для получения дэмэджа. Только тогда, когда танк их подсвечивает, только тогда их можно бить. И к тому же, человек, взявший сферу, как я уже сказал ранее, обычно это танк, может разрушать паутинку, которая замедляет других игроков. В общем, все строится на геймплее танка. При движении по темному участку этого подземелья стоит помнить еще о духах отмщения. Это мобы, которые сидят на одном месте, но если от них отойти, то они, в принципе, за нами блинканутся. А также при прыжке вниз, конкретно в этом моменте, нужно следить за патрулем из пауков. Но в итоге все равно мы патруль с пули. Так, ну что, самое главное духа убить. Потому что паучков-то я еще могу отвезти. Из крови. А духа нет. Нам, кстати, патруль, по-моему, дойдет. Ну, будем патруль бить, придется. Патруль, по-моему, дойдет. Мы же играем без абузов. Все правильно. Поэтому мы просто-напросто выкидываем тот фонарик, который у нас был с трэшем. Если сделать некоторые махинации, то тот фонарик, который мы брали на трэш, его можно сохранить и на босса. Таким образом, босса мы будем бить с двумя фонариками. Само собой, это упрощает геймплей на боссе. Меньше процентов улететь с платформы. Меньше вероятности попасть во всякие бяки, во всякие войд-зоны. И босс проще убьется. Но в целом и с одним фонариком можно чувствовать себя комфортно. А геру чё, геру на сорока. Сейчас её бессмысленно отдавать. Последний босс в казематах стражей, Кардана, периодически будет откидывать танка. Но этот удар можно спарировать, и в итоге танк никуда не улетит. В этом, конечно, небольшой плюс у Бладдека при использовании танцующего иронического оружия. Также босс периодически будет спавнить Аватару Тьмы, а сам босс будет уходить в инвиз. Нам нужно убить Аватару Тьмы, выбить сферу света и сферой света подсветить босса. Также можно сделать это с помощью осветительной ракеты, хантовской. У хантов тоже небольшой плюсик на ласте. Сгущающиеся тени. Фиолетовая войд-зона, которая будет периодически появляться на платформе. Чтобы её убрать с платформы, нужно кинуть туда сферу света, либо человеку со сферой света просто встать к краешку войд-зоны, и она постепенно будет уменьшаться, пока не изничтожится полностью. Ползучая гибель – самое опасное заклинание босса. В тот момент, когда она используется, босс заковывает себя в щиток, не получает дамаг, а с одной какой-то стороны в другую начинает двигаться стена из её призрачных копий. В этой стене появляется небольшая дырочка, через которую мы и должны пройти. Да, в тот момент, когда спаунтся стена, видно небольшую дырочку, но со сферой света видно её намного лучше. Наша боевая платформа – это квадрат. В одном из четырёх уголков может заспауниться аватара отмщения. Её нужно подсветить сферой. В тот момент, когда мы убиваем аватара отмщения, с босса пропадает щиток. А также, самая главная особенность босса – босс кидает Глефу от себя. Потом она возвращается к боссу. И если в момент полёта кто-то поймает Глефу, то по всей группе нанесётся приличное количество урона. Насколько мне известно, этих знаний хватит для прохождения пятнадцатых ключиков, а возможно даже выше, в тот момент, когда подземелья в режиме Таймволк в Легионе стартанут. Желаю вам успехов, всех благ, счастья-здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова